приветствую вас друзья сегодня уже 17 августа я пошел на разведку в лес узнать если грибы так сказать сделать вести из леса середине августа а именно 17 у нас уже стоит много дней жара сан цепек лес сохнет очень очень быстро том числе наверное грибы уже сошли в этом лесу я давно не был поэтому проверим я думаю что он по-любому мы наберем уже сыроежки начинали попадаться пару штук пока я в лес заходил встретил правда червивые были думаю наверное другие грибы есть в общем все что буду находить все буду показывать начинаем ну вот оказывается не только сыроежки мои подосильники встречаются желто-бурый такой неплохой свеженький еле-еле вылез из подветок и гришника все берем берем вот еще попались и лисичка наежки подосильники лисички остались одна маленькая подсохла уже не возьмем свеженький возьмем какая еле вылезла можно даже почти не вылезла вытащила скопал немножко но есть буду продолжать поиски опа он и подосиновик желто-бурый недалеко там лес пилят попозже пройду покажу делают волока это уборка за лесом он слышите пилят а пилят они лес как раз вы у меня его могли видеть на видео называется змеи змеиный лес вот этот змеиный лес они короче пилят там много черники растет много подосиновиков двух видов и красные желто-бурые лисичек много да и белые встречаются поэтому лес очень хороший особенно летом пилят они делают волока такая полоса типа дороги приблизительно до километра она бывает от основной лесной дороги но вот этими волоками поэтому змеиному лесу наверное таких вот дороги на н3 они делают поэтому очень значительная часть будет вырубена к сожалению ничего не поделаешь у нас это повсеместно потому что как вы видите сосен много и это идет официальная уборка за лесом от администрации каждый год все новые новые грубо нахожу в лесах где собирал грибы что касается подосиновика хороший нормально возьмем а вон еще что-то виднеется о это белый подосиновик его еще называют альбинос как и все необычные белые подосиновик белый альбинос красотища я его брать не буду хоть он уже и не находится в красной книге раньше он был красной книге был запрещен сбору сейчас он уже как бы в красной книге не находится но я все равно принципиально не беру белые подосиновики возьму я его я богаче на один гриб буду а так оставлю пускай растет раскидывает споры возможно их тут будет больше а так гриб конечно же нечастый до встречается да не часто встречается и не по многу самый большой я находил поляну их до 10 штук но это был один раз в очень грибное время а так гриб очень даже нечастый жужелица ищет себе добычу видя каких-нибудь слизней или гусениц хищник поэтому показал вам его не оставлю пусть размножается естественным способом а я сейчас вот таких подосиновиков наберу ведь это один и тот же вид белым как бы под вид а по вкусу они одинаковые вот еще лисички до этого еще от низко штучек нашел уж не показывал лисички выпадаются ведь в том числе и свежие вот и живика друзья созревает смотрите уже на земле лежит ягодки черные спелые не знаю ежевика класс там уже трактор ездит деревья таскает который напилили сейчас опять на скором ему не буду проходить уже в обратную сторону кстати в обоих подосиновиков шляпки чистые а вот мышки были червивые а вот он очередной подосиновик хороший такой летняя волна продолжается даже 17 августа даже в засуху начавшуюся друзья очередная ежевика и кстати здесь в лесу очень много и уже можно начинать собирать кому интересно ежевика сейчас а через неделю будет вообще полно все будет черное такие вам ввести здесь а рядом смотрите а кстати брусничка брусника тоже поспевает но у нас и в этом году мало очень очень мало местами полубелая уже можно собирать да а вкуса тоже уже ничего что у нас такое рядовка желто-красная я думаю подосиновик красный ладно продолжим теперь попались лисички опять-таки неплохие которые конечно же мы возьмем свеженькие не подсохшие так этих берем вот еще есть под вереском у нас тут более-менее теничут под листами вылезли у нас елка береза под ними какой классный где-то недалеко трактор ездит деревья таскает смотрите тут еще растет 17 августа с хрустом как полагается смотрите какой свежать бомба берем еще лисички попались у нас хорошенькие эти экземпляры парочка под суши на 1 грибов так-то немного в лесу все-таки засуха сказывается я уже в сторону дома иду этот лесоповал обхожу сейчас вам покажу там уж где если мне встретятся их не волока что это такое то они делают так иду уже в сторону дома грибов я на раз приготовить уже набрал вы все видели под осиновики лисички на небольшую сковородку пожарить хватит и вам вот самое главное показал вот пока иду еще при попадается буду собирать вам показывать если еще что попадется дальше все тоже увидите грибы встречаются поэтому пособирать можно можно набрать уж стоит идти не стоит это решать вам лисички то они чистые да и под осиновики вот только у двух ножки были червивые лисички продолжают податься далеко я не ушел от этого места еще три еще одна маленький нас тут здесь лисички свежие уже большой здоровый поменьше не видать ладно значит только лисички под осиновик между деревьев переросший виднеется а вот смотрите друзья с апреля стоит кто-то сок березовый добывал представляете сколько месяцев стоит чтобы забрать считай на мусор или вот еще уже суп березовый пытались добывать а рядом смотрите под осиновик переросший стоит вырос ешь почти с леса вышел хорошо что с грибами в принципе так и думал лес валют трактор стоит видите виднеется синий деревья лежат не мешать а вам друзья спасибо за просмотр пишите комментарии как всегда ставьте лайки если понравилось сделала висточку из леса что сейчас растет думаю информацию объективно вы вполне себе получили короче везде по лесу тут в округе они выпилили крупные деревья все скорее всего будет осенью сжигаться вот эти кучи вот здесь вот тоже делают волока дальше грузят вот такая вот типа дорога вот здесь вот они вот вот ну Продолжение следует...